Сегодня мы в очередной раз отправимся охотиться на паранормальных существ в GTA 5, но перед этим давайте сделаем себе защиту от монстров. Чтобы её сделать, нужно всего лишь поставить лайк под этим роликом за 3 секунды. Посмотрим, успеешь ли ты. Поехали! С возвращением в GTA 5, призраки! С вами, как всегда, Гост и добро пожаловать на новую серию по вылазке за паранормальным. Сегодня я получил одно интересное сообщение, в котором было рассказано о том, что неподалёку от Лос-Антоса было замечено что-то очень странное, напоминающее какую-то паранормальщину. Место это, ребята, мы с вами уже неоднократно проверяли, и действительно, там я замечал очень много раз различные паранормальные явления. Поэтому я подумал, что сегодня нам нужно это место снова проверить, потому что там вполне себе, возможно, что-то снова появилось. Я уже полностью приготовился, заправил свой 63-й АМГ-гелик и готов выдвигаться. Но перед этим, призрак, я хочу вам напомнить, что сегодня, в эту субботу, 26 марта, ровно в 16.00 по МСК на этом Ютуб-канале состоится мой долгожданный стрим, ребята. О котором вы меня просили очень долго, и я каждого из вас на него приглашаю уже много раз, ребят, вас пригласил. Надеюсь, что вы сегодня все придёте, может кто-то из вас опознает, я обязательно буду ждать, потому что стрим будет идти. Я думаю, достаточно долго, часа 4-5, наверное, где-то так. Поэтому, ребята, всех вас реально буду ждать. Для меня это очень важно, дружище, если ты не придёшь, я буду расстроен. Ну, ладно, если у тебя будет уважительная причина, хорошо, тогда я тебя прощу и жду на следующий стрим, просто когда он тоже будет. Ребят, конечно же, я шучу, просто хотел бы вас всех видеть во время стримчика, чтобы мы с вами посидели, поиграли, хорошо пообщались. Вот, потому что я тут 3 дня сидел, всё это настраивал для стрима. Вчера целый день просидел, а ещё нужно было снимать для вас ролики и в Телеграме там всем отвечать, общаться. Короче, капец, ребята, сколько времени ушло. Прям очень уставший. Ну, я думаю, что будет круто. Потом уже будет намного проще мне проводить все эти стримы. Так что, дружище, в 16.00 сегодня, в субботу, 26 марта я тебя жду. Ну всё, ребят, давайте уже будем выдвигаться стрим-стримом, но у нас тут так-то важное задание, которое нам нужно также с вами решить. А выдвигаемся мы вот сюда. Помните, да, этот дом, ребят? Сколько раз мы там уже были. Сколько раз я там находил всякую паранормальщину. Да я даже не посчитаю, наверное, больше 10-15 раз. Просто потому, что это заброшенный дом, в котором никто не живёт. Может быть, изредка появляются какие-то бездомные, которые потом, впоследствии, просто пропадают по каким-то паранормальным стечениям обстоятельств. Я думаю, сегодняшнее задание не будет последним в этом месте, но нам главное хотя бы частично решить этот вопрос, чтобы жители Лос-Антеса смогли передохнуть от всей этой паранормальщины. Ну что ж, призраки, пока я еду, я надеюсь, что вы уже бегали на кухню, заварили горячий чай или кофе, взяли вкусняшки, печенюки, бутери, всё, что вы любите кушать. Я вам желаю приятного аппетита, конечно же, приятного просмотра. Рассказывайте там в комментариях, как у вас дела, чем занимаетесь вообще сегодня, какие у вас планы. Надеюсь, что на вечер вы запланировали, конечно же, на мой стрим прийти. Вот, вообще, как у вас проходят эти выходные? Я надеюсь, что они у вас проходят очень-очень хорошо. У меня вот, например, ну, последние дни прошли так достаточно плотненько. Я для вас снимал ролики, готовился к стримчику, очень много времени на это ушло. Сегодня я проснулся специально рано, чтобы для вас ещё этот видосик выложить днём. Записать его быстренько. Блин, дрифт на гелике. Ох, вроде даже не задел. Вот. Да, блин, всё-таки задел. Короче, проснулся специально пораньше, записал для вас видео. Вот, его отмонтажил, выложил. Немного не выспался, но я думаю, это всё мелочи. Так, ну что ж, куда мы с вами приехали? На это то самое место, да, я его узнаю. Вот оно. Это дом, ребята. Я думаю, вы все его прекрасно помните. Так. Ух ты, посмотри, кстати, он не выглядит таким ужасным, как обычно. Там даже свет работает. Мне даже, честно говоря, это больше паранормальным кажется, потому что там есть электричество. Мы столько раз тут были, всегда было темно. Да реально, как-то паранормальненько, знаете? Необычно. Так, ладно, хорошо. Давайте что-ли заходить. Я думаю, не будем мы с вами терять времени. Сразу же будем забегать. Надо какое-нибудь оружие хорошее взять. О, дробовик. Точно, точно, ребята. Если что, дробовик откидывает всяких монстров вообще на ура. Эй, ну чё, кто у нас тут снова заселился? Призраки, монстры, SCP. Не знаю, монстры Тревора Хендерсона. У нас тут полный-полно в GTA всяких монстров. Выходите, давайте, показывайтесь. Так, первый этаж вроде относительно спокойно. О, кто-то яичницу тут готовил у нас. Что-то еще тут супчик какой-то. Блин. Ладно, пойдемте. О, как-то странно выглядит. Очень неприятно, если честно. Не аппетитно. Вроде, ребята, все спокойно. Кто-то здесь у нас бутылку оставил. Так, окей. Проверим еще эту комнату. Тоже ничего нету. Ну, нифига себе. Да здесь спокойнее, чем обычно. Такое чувство, что я тут всю параномальщину истребил. И все, вот что стало с домом, с локацией, которая полностью освобождена от монстров. Ну-ка проверим. Ребят, если вы смотрите мои ролики постоянно, вы, наверное, помните, что здесь мы с вами находили такое странное явление, которое вызывает туман в этом месте. Вот, а его сейчас здесь нету. Хотя обычно мы его тут встречали в десяти случаях из десяти. То есть каждый раз. Тут тоже ничего в этих комнатах. Так, ладно. Куда мне тогда идти? Погодите, осталось еще одно место, которое мы не проверили. Вот это. И, конечно же, подвал. Да, ребят, я в подвал не зашел. Что-то пойдемте к подвалу, лучше подбежим. Посмотрим, что у нас там. Потому что подвал здесь обычно очень интересный. Хотя... Хотя все выглядит таким спокойным, как будто меня обманули, что здесь что-то есть. Давайте спускаться сюда. Вот так. Хорошо. Ну что? Тут тоже вроде тихо. О! Блин! О! Голова раскалывается! О! Че произошло? Фух! Где я? Че это за... Че это за место? Эй! Эй, блин! Где меня... Где меня закрыли нафиг? Это че за штука? Блин! Так, надо отсюда выбираться. Давай! Вот так! Острый, блин! О! Капец! Это... Че за офигня такая? Так, где мое оружие? У меня только фонарик. Это че за дом? Я понять не могу. Блин, башка реально капец как болит. Походу мне кто-то хорошенько приложился сзади. Блин, бедный Тревор прямо по лысине кто-то дал. Окей. Давайте, ребят, разбираться. Че это... Нет, блин! Это же... Это же дом бабки Грэнни, как я понял, да? Это он. Я снова сюда вернулся. Так, быстрей, быстрей, быстрей. На выход надо. Я помню, как отсюда выбирался. Так, тихо. Где, блин, бабка Грэнни? Если она меня сейчас увидит, что я выбрался, мне будут просто кранты. Тем более я без оружия. Так, выход! Он не работает, ребят. Вот же, блин. Ладно, мне надо найти главный ключ от выхода. Я помню, где он может примерно находиться. Это вроде самый верхний этаж. В комнате бабки Грэнни, рядом с клеткой. Так, хорошо. Давайте, ребят, выходить. Эй? Там есть кто-нибудь? Вроде никого нет. Так, ладно, давайте выбираться. Тревор, потише, пожалуйста, дружище. Ходи как можно тише, потому что бабка Грэнни может быть в любой из этих комнат. Так, вперед. Что у нас тут? Та же самая комната. Ничего не поменялось вообще. Только в этот раз она убрала ключи. Я помню, что ключи были здесь. Одни из ключей. Мы находили всего 12 пар. На столике тоже ключи лежали. Да, она, видимо, их перепрятала. Поняла, что мы выбрались и искали все ее ключи. Вот же... Какая хитрая. Комната, где спит Грэнни. На этой старой прогнившей кровати. Ужас, как здесь все страшно выглядит. Мы уже на верхнем этаже. Где Грэнни? Меня это больше всего беспокоит. Я ее еще даже ни разу не видел. Это кухня. Так, кстати, вот выход наверх. Ребята, куда нам нужно добраться? Здесь надо комод проверить на всякий. Нет, в нем ничего нет. Здесь какие-то мониторчики. Походу, видеонаблюдение. Бабка Грэнни любит следить за своими жертвами. Да, так, сюда. Вон она! Вон, вон, ребят! Что она там делает? Стоит, что-то в микроволновке там жарит. Так, ладно, хорошо. У нас есть время, чтобы пробраться наверх. Походу, она там решила немножко перекусить. Мы в это время попробуем сбежать. Давай. Капец, какие у меня плохие воспоминания про эту комнату. Именно здесь я и оказался в прошлый раз за Франклина, когда бабка Грэнни его похитила. Лучше я отсюда буду уходить, а то прям как-то не по себе, если честно. Так, вот эта комната меня интересует. Да, ребята, ключи! И наши вещи. Офигенно. Так, забираем. Вроде все на месте. Хух, хорошо. Где-то здесь должен быть еще проход. Вот он, кстати, на кухню. Где там бабка Грэнни? Ее не видно. За столом я ее не вижу. Ребят, тут невозможно полностью просмотреть, поэтому давайте вот так вот спрыгивать вниз. Жраба с Тревор ели как пролез. Ладно, а где Грэнни? Она по-прежнему на кухне. Ну-ка, пойдем посмотрим. Ее там нет. Блин, а куда она делась? Эй. Грэнни? А впрочем, меня это вообще не волнует. Побежали отсюда быстрее, Тревор, давай. Беги. Нам нужно добраться до низа. До самой нижней комнаты. Да ты жраба с, блин. Капец, он еле как пролазит. Грэнни, наверное, где-то здесь, на этих этажах. Может быть, телевизор смотрит. Нет, ладно, все, пора отсюда убегать тогда. Нам главное добраться до выхода, и все. Слинять отсюда я не хочу в этом доме находиться. Больше Тревор вперед. Вау, блин! Ну что, внучок, походил по моему дому. Тебе понравилось? Грэнни, не заставляй меня это снова делать. Я выстрелю прямо сейчас. Ты думаешь, у тебя получится уйти в этот раз? Ох, я очень сильно сомневаюсь. Ты находишься у меня дома, а здесь действуют мои правила. Грэнни, я не знаю, зачем ты меня снова похитила, но у меня есть ключи и оружие. Отойди прямо сейчас, или я выстрелю. Что? Как ты посмел риться в моих вещах? Да я тебя... Блин, все, ребят, бежим отсюда быстрее. Сюда, сюда, сюда. В эту сторону. Все, ребят. Хух, выбираемся, блин. Она сейчас за мной побежит 100%. Вперед! Вот же, придется приплывать. Какое же неудобное место для дома выбрала бабка Грэнни. Здесь эта речка. Ладно, хорошо. Немножко промок, ничего страшного. Шнова. Эй. Грэнни, я тебя слышу. Выходи, блин. Где ты? Покажись. Так, ладно, надо отсюда выбраться. Быстрее из этого леса. Еще и болото тут. Ах, капец. Она сейчас нападет на меня на болоте. Это будет максимально неприятно. Тихо. Ребят, слышите? Со стороны дома бабки Грэнни. Где-то там. Вот она. Она за мной бежит. Вперед. Эй, мужик, остановись на минуту. Помоги мне. Останови бабку Грэнни. Офигеть. Она прям тут. Прям на этом болоте. Она за мной выбегает. Еще один, эй, мужик, остановись. Здорово, чувак. Типа ты можешь мне помочь? А вот и она, собственно, персоны. Ладно, будем пытаться ее разобрать как-то. Я не знаю, получится у нас это сделать или нет. Она где-то там прям в болоте лазит. Тут еще ОМОН появился. Военные. Ну, это понятно. Потому что мы находимся очень рядом с базой военных. Так, ладно, будем ее просто разбирать. Лови. Оу. А там вертик уже прилетел. Нет, отстань от меня. Грэнни, отвали. Оу. Она же меня сейчас утопит просто. Вперед, вперед. Прям с военной базы едут. Офигенно, офигенно. Давайте, чуваки, помогайте мне. Я один не справлюсь с ней. Она меня просто загасит. Давай. Стреляем по ней. Она, кстати, плавает очень плохо. Она там разбирается с военными. Опять к нам летит. В воду заходим. Все, отлично. Так, и пусть она теперь с нами бежит. Она не хочет плавать. Блин, я думал, что она будет пытаться за нами плыть. А она, походу, поняла, что я хочу ее так обманывать. Два вертика, кстати, тем временем. Офигенно. Только она их сейчас просто позбивать, если что, может. Интересно, насколько она сильнее в этот раз. Больше ли у нее здоровья там, я не знаю, или урон. А, кстати, она мне уже неплохо так надамажила. Я только сейчас понял. Почему так темно резко стало? Посмотрите, реально, как темно. Все, мне кранты. Ох, неплохой такой ударчик. Да, ребят, урона больше стало. Я не знаю, получится у нас ее убить или нет. Я надеюсь, что получится. Застреливаем ее пока на воде. Вот, отлично. Самая лучшая возможность. Блин, если еще получится. А, может получиться. Потому что, ребята, она там просто в воде застряла. Вот так вот вылетела. Ладно, хорошо. Давайте, кстати, попробуем гаусс-пушку. Может быть, с ней будет больше урона наноситься. На, получай. Хорошо. О, вроде как вылетает какой-то дамаг. Только интересно, сколько. Она пока что в воде. У нас отличный шанс, чтобы ее надамажить. Ох, я тоже слетел. В воду. Ладно, окей. Чуваки, да не стреляйте по мне. Стреляйте по Гренни. Блин, ребят. Она реально много урона наносит. Посмотрите, у меня уже хп почти половина. Налови. Вот так вот, блин. Теперь всех этих разбираем. Идите отсюда. Офигевшие просто. Я тут, значит, пытаюсь Гренни уничтожить, а они мне мешают. Почему так происходит? Приезжают просто мне на помощь сами, чтобы сразиться с монстром, а потом атакуют меня. Это реально по-настоящему странно. Окей, ребят. Ну что ж, мы с ней разобрались. Эй, Гренни, я снова оказался сильнее. Ну что, ребята. Новое задание по паранормальщине успешно завершено. Мы с вами снова справились со всем, что здесь было. Я надеюсь, что этот ролик вам понравился. Если это так, не забудьте обязательно поставить лайкос. Ребят, еще раз напоминаю вам о том, что сегодня будет стрим 16 на 0 по МСК. Так что всех вас жду. Обязательно приходите. Не забывайте также подписаться и нажать на колокольчик, чтобы получить уведомления о выходе новых роликов на канале. Ну что ж, призраки, увидимся с вами, получается, сегодня. Так что шибко не скучайте. Всем пока-пока-пока. Пока.